14 октября ушел из жизни шотландский актер Робби Колтрейн, широко известный по роли Хагрида в серии фильмов о Гарри Поттере. Вспомним, какой была его жизнь и чем еще он прославился, кроме роли Хагрида. Энтони Роберт Макмиллан, это настоящее имя Робби Колтрейна, родился 30 марта 1950 года в Шотландии в семье пианистки и врача. Робби получил прекрасное образование, он хорошо учился, несмотря на некоторые проблемы с дисциплиной. Окончив престижный колледж Гленалмонт, он поступил в школу искусств Глазго, а потом педагогический колледж Дом морей. Свой псевдоним Робби взял в честь знаменитого джазового саксофониста Джона Колтрейна. Сниматься Робби Колтрейн начал довольно поздно, когда ему уже исполнилось 30 лет. Среди его известных ролей можно отметить, Фальстафф, в Генрих V, сестра Энвиолата в «Монашках в бегах», Валентин Жуковский в нескольких фильмах про Джеймса Бонда, доктора Эдди Фитцжеральд, телесериале «Метод Крекера», ну и конечно Хагрид из «Гарри Поттера», его самая знаменитая роль. В 1999 году 49-летний Робби женился на Ронни Гэммл, но несмотря на рождение двоих детей Элис и Спенсера, через четыре года брак распался. В последние годы Колтрейн тяжело болел и мог передвигаться только в инвалидной коляске. Его проблемы со здоровьем во многом были связаны с лишним весом. Писательница Джоан Роулинг, которая лично выбрала актера на роль Хагрида, узнав о том, что его больше нет, сказала следующее, «Я больше никогда не познакомлюсь ни с кем, даже отдаленно похожим. Он был невероятно талантливым, совершенно уникальным. И мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшее соболезнование его семье». Дэниел Рэдклифф, исполнивший роль Гарри Поттера, также выразил свои соболезнования. «Робби был одним из самых смешных людей, которых я встречал. Он постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съемочной площадке. Я вспоминаю, как он поднимал нам настроение в узнике Аскабана, когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида. А он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух. Мне невероятно повезло, что я встретился и работал с ним, и мне очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актером и прекрасным человеком.